Халк Субтитры сделал DimaTorzok Подлые толчки в спину, подножки, распластавшись на полу, он выдавливал виноватую улыбку, а девочки звонко смеялись и криво ухмылялся. Фурлетов! Двухметровый амбал, непонятно что, забывший в высшем учебном заведении. Да нет, понятно что, от армии косил. Он и его дружки только и умели пихать тех, кто слабее. Не то чтобы институт стал разочарованием. Хотя, признаться, Влад рисовал себе сплошь женский коллектив, где парни на вес золота. И ошибся. Гендерно поток разделялся поровну. Причем, как заведено, самые красивые девчонки учились в параллельных группах. Среди его одногруппниц тоже хватало милых особ, и ребята были незадиристыми, веселыми. Повезло, что он выбрал историю и право вместо истории и географии, иначе общался бы с Фурлетовым ежедневно. Влад давно мечтал избавиться от назойливой маминой опеки, покинуть отчий дом, стать взрослым и наконец-то возмужать. В школе он вообще игнорировал физру класса с шестого. Если твоя бабушка директор школы, скакать через козла не обязательно. Пусть даже хочется иногда быть как все. Украшенный красной лентой с золотыми буквами «Выпустник 2000», он моделировал свое будущее, и сердце учащенно стучало. Нынче до дома, до семьи два часа езды. Влиятельность бабули не распространялась за пределы родного шахтерского городка. А вот до Фурлетова бросок баскетбольным мячом. «Хрясь!» — мяч врезается в переносицу, из глаз сыплются искры. «Извини, братан!» — ёрничает Фурлетов и рядом мелодично хихикает Диана Хабенская. Фамилия, оберегавшая Кармаева от школьных гопников, была пустым звуком в каменных стенах педа, отпраздновавшего полуторавековой юбилей. «Ничего», — убеждал он себя, на всемирной истории после второго курса физкультура закончится, да и Фурлетов наверняка вылетит к тому времени. Аудитория напоминала амфитеатр, столы каскадом сбегали вниз, и, чуть сместив взор, он видел в противоположном углу бритые черепа. Фурлетов и чапов, которых он называл Бибоп и Рокстеди, в честь звероголовых мутантов из черепашек-ниндзя. И хорошенькая Диана с ними делает замечание расшумевшимся придуркам, но улыбается плоским шуточкам. «Господа», — покашливает преподаватель, — «я вас умоляю». «Мольбы тут не помогут», — вздохнул Влад и уставился под ноги на пакет с кроссовками и формой. Вечером он прикладывал лед к распухшей скуле и мысленно расчленял недругов. Сосед по комнате, толстяк Борька, спросил. «Побили?» «Нет», — скрывая смущение, ответил Влад, — «упал». «Фура!» На упитанных Борькиных щеках возревали россыпи угрей. Он, конечно, все понимал. Сам был парей. «Угу. Сзади подкрался тварь». Будто бы, подкрадись фурлетов спереди, встретил бы достойный отпор. Мускулистые лапища переростка против цеплячьих ручонок директорского внучка. «Он второгодником был, что ли?» «Нет», — сказал осведомленный Борька. «Путяге учился после девятого и поступил со второго раза. Ему лет двадцать». «Чего же в армию не забрали?» «У него, говорят, батю военком». «Сука!» Влад вспомнил смеющуюся Диану. «Везде, Влад». «А ты в курсе?» Борька зашелестел упаковкой, разломав пополам шоколадный батончик и угостил соседа. «В курсе, что на физру ходить не обязательно». «Как?» «Исключат же!» «Есть лазейка». «Справку купить?» «Круче. Вместо физкультуры можно посещать институтскую качалку. Официально. Правда, за нее платить нужно, но стоит реально копейки». Боря хрустнул кедровым орехом. «Заодно накачаешь мышцы и фури морду начистишь». «А ты чего туда не ходишь?» С сомнением спросил Влад. «Мне бегать надо», — пояснил сосед. «Похудеть планирую». В среду Влад отыскал физрука, могучего седоусова дядьку. «Все верно», — подтвердил тот. «Альтернативное занятие. Платишь мне тысячу рублей за полугодие и можешь качать железо. Полторы тысячи хоть каждый день. Или книжки там читай. Главное, раз в неделю ходи, я проверяю». «Обязательно!» — воскликнул обрадованный Влад. По таксофону в фойе общежития он позвонил домой и известил о предстоящих тратах. Пришлось пять минут отчитываться перед бабушкой, что он ел сегодня, какие оценки получил. Тренажерный зал Влад нашел не сразу. Западное крыло, ориентир более чем условный, и он заблудился в тусклых коридорах, перемежающихся лесенками. Октябрьские сумерки уже сгустились за окнами, учащиеся рассасывались. Препод подсказал маршрут, и Влад, насвистывая, спустился в затопленный полутьмой подвал. Точнее подвальчик — короткую кишку с одинокомигающей лампочкой и стенами, словно выкрашенными зеленкой. Четыре из пяти дверей были открыты. Душ, мужской и женский, подсобка, раздевалка, поделенная на две секции. Из-за затворенной двери в тупике гремела техно. Естественно, та комнатушка тоже могла стать источником проблем. Во взрослом мире опасности подстерегают книжного мальчика на каждом шагу. Но там не было фурлетова, и уже поэтому Влад отнесся к подвальчику, как к своего рода убежищу. Переодевшись, собравшись с духом, Влад толкнул оцинкованную дверь, и его обдало запахом пота и железа и пульсирующей музыкой. Зал был довольно большим и ярко освещенным. Инвентарь выстроился рядами. Тренажеры, силовые рамы, разномастные гантели и штанги, столбики из блинов. Вопреки густому амбре разгоряченных тел, людей здесь было совсем немного. Старшекурсница качала пресс на устройстве, которое, кажется, звалось римским стулом. Под шведской стенкой демонстративно читал комиксы, кудлатый неформал. И Влад безошибочно признал в нем товарища, того, кто променял коллектив, лазанье по канатам и пионер-бул на уединение. Влад заколебался, стоит ли поздороваться, но решил, что из-за громкой музыки его все равно не услышат. Кассетный магнитофон надсадно дребезжал, выкрученный на полную громкость. Влад предпочитал ДДТ и Алису, но готов был терпеть и диско, и шансон, лишь бы не контактировать с Фурлетовым. Потоптавшись среди непонятных приспособлений, он направился к спортивным снарядам. Книги это здорово, но почитать он сможет и в общежитии. В конце концов он заплатил целую тысячу и обязан воспользоваться шансом. Кажется, нефор и та студентка не обращают на него внимания. Вдруг удастся привести себя в форму. Вон, он даже сырое яйцо выпил перед походом сюда. Прикинув свои возможности, Влад выбрал штангу поменьше. Решительно взялся за гриф, оторвал от пола сопя, выронил и робко покосился на старшекурсницу. Не глумится ли? Девушка сосредоточенно отжималась. Ладно. Разочарованный, что не поборол самую скромную штангу, он подхватил две десятикилограммовые гантели. Уже лучше. В висящем на стене ростовом зеркале отразился худенький узкоплечий парень. Сутулый, скучный, серый. Конечно, Диана видит в нем лишь объект насмешек. Сбоку у дверей крепились картинки, похожие на иллюстрации из учебников по анатомии. Они поясняли, как качать те или иные мышцы. Влад начал с бицепсов. Сгибал и разгибал руку под песню «Скутер». Левая, правая, левая, правая. Плечи загудели приятно. Мышцам нужен рельеф. Спина прямо, подъем, исходное положение, подъем. Он вскоре выдохся, но это было нормально для человека с 11 лет, не посещавшего физкультуру. Дома у него были детские гантели, и те пылились под кроватью. Довольный собой, Влад прилег на платформу тренажера. Уцепился за рычаги весла, взял вес на грудь. Зазвенело железо, повинуясь его усилиям. «Завтра сбегаю в интернет-клуб», – подумал он. «Выпишу список продуктов для набора массы. К сессии меня не узнают». Судя по фотографиям, отец Влада был крупным статным мужчиной. Влад тоже еще растет. Вымахает выше Фурлетова. Возвращая в реальность, хлопнула дверь. Это неформал ушел по своим неформальным делам. Прошествовала к снарядам старшекурсница. Хвост светлых волос скользил по взмыленной спине. Бросила на Влада быстрый взгляд и озадаченно посмотрела вокруг. Что-то потеряла? Личико грубоватое, зато фигурка отпад. Девушка отвернулась, завозилась с гирями. Раскинувшись на тренажерке, Влад залюбовался упругой, прокачанной попкой в облегающих лосинах. Осиная талия, крепкая грудь, под топиком и под жар, и живот. Диана куда нижнее и изящнее. Но ежели Диана такая коза, он не будет ждать вечно. Блондинка соблазнительно выгнулась. В штанах у Влада затвердела. Спонтанная эрекция – обычное дело для его возраста, но на этот раз эрекция была какой-то… какой-то странной. Влад неуютно поерзал. «Поимей ее!» – прошептал голос в голове. «Не трахни, как сформулировал бы сексуальный процесс Влад, а четко, вторгшаяся в рассудок, поимей». Под затылком кольнуло. Он поднял руку, чтобы потрогать волосы. В поле зрения вплыла чужая пятерня. Короткие и толстые пальцы, вытруеванные на запястье рогатый череп. Влад лишился дара речи. Он попытался отмахнуться. Рука хлопнула по воздуху. Он сжал кулак, рука превратилась в пудовую гирю из плоти и крови. «Это что?» – лихорадочно соображал Влад. «Это мое?» Он рассматривал ногти, обгрызенные, а неаккуратно подпиленные, как у него, вздувшиеся голубоватые вены и сбитые костяшки. Грубая клешня с кустиками волосков на фалангах пугающе раскачивалась у глаз. Он отвел ее прочь и лежал, слушая, как чужое сердце гонит кровь по чужому телу. Когда он разлепил веки, все кончилось. Видение исчезло. Рука была тонкой, родной, без агрессивной татуировки, без мозолей, перетянутых, как канаты вен. Но память о произошедшем все еще жила. В голове. В клетках организма. Минуту или две он был другим. Он был кем-то новым. Опустошенный он побрел, спотыкаясь от тренажера. Блондинка посмотрела в зал, словно искала там пропажу. Ночью Владу приснился лесок, освещенный луной и пламенем костров. Поляна, окаймленная силуэтами галдящих людей. Огонь в цистернах, взбудораживший аппетит, запах керосина, меди и пота. Лесная прогалина была ареной. Зрители неистывали. Вопли неслись к щербатой луне. В кругу пританцовывал тип, вооруженный куском арматуры. Он ухмылялся, но Влад знал, что это испуганная ухмылка. Девушки ввизжали от восторга в темноте. Они все будут его, как только завершится раунд. Как только он отберет у врага пруд и разворотит ухмыляющуюся харю. Влад всегда побеждал. Каменные коридоры вуза были темны и пустынны. Лишь тени хоронились в нишах. Безмолвствовали аудитории. Но крашеная зеленая кишка оглашалась звуками электронной музыки и в ярко освещенном зале корпели студенты. Пятеро парней тягали железо под хиты Продиджи. Знакомая блондинка работала на беговой дорожке. Ее грудь волнующе подпрыгивала, но в данный момент мало заботила Влада. Шершавые дуги-гирь удобно устроились в пальцах. И раз, и два. Он сверялся со схемами на картинках, выбирал правильную амплитуду и получал колоссальное удовольствие. Как механизм, чьи детали смазали маслом, запустили поршни после долгого простаивания. Двадцать подъемов на бицепсы. Трицепсы — пятнадцать подъемов. «Не переусердствуй», — посоветовал улыбчивый атлет. «Связки повредишь?» «Как бы я твои зубы не повредил», — подумал Влад мрачно. Он промолчал, устроился на скамье и стал поднимать гантели от пола. Он не заметил, как накрутил на снаряды дополнительные блины. Ни усталости, ни боли. Сталь под кожей. Стальные канаты. Череп был бычьим. Влад подумал о Минотавре, хранителе лабиринта. Вытатуированные рога вились до жилистого предплечья. Пришла дурацкая мысль. Бабушка убьет меня за тату. Он выронил гантели, и они, серебрясь новенькими дисками, покатились по настилу. Ощущая себя героем фильмов о виртуальной реальности, Влад повел руками у своего лица, воровато осмотревшись, лизнул пальцы и прикусил подушечку. Убедился, что все это его. Могучие конечности, которым позавидовали бы кинозвезды. Он ощупал свои раздавшиеся и задубевшие бедра под штанами. Просторная одежда стала теснее, как и обувь. Влад вспомнил видеокассету, засмотренную до дыр, ужастик «Вой». Там превращение оборотня было показано во всех подробностях. Медленное, эффектное, с вытягиванием когтей и удлиняющейся пастью. Его превращение было иным, моментальным, незаметным ни для него самого, ни для окружающих. Если только... Если только я не свихнулся. Он поднялся, ощущая, что вымахал сантиметров на пять. Студенты были увлечены тяжестями. Влад боялся, что упадет, не собладав с прибавившимися килограммами. Резко вырасти и поправиться — это не шутки. Но мышцы действовали отменно, будто кто-то еще находился в теле и помогал. Мышцы помнили, как надо. Кроссовки зашлепали просохшимся доскам. «Ух, блин!» — ошарашенно подумал Влад. Зеркало отражало шатена с бычьей шеей. Онемевшие пальцы дернули молнию. Под кофтой, под майкой бугрились мышцы. Ладонь засновала, изучая твердый, как камень, рельеф. Это не была лишь трансформация плоти. Он буквально стал другим человеком. Массивный нос, квадратная челюсть, глубоко посаженные глаза интенсивно зеленого цвета. При всей животности обличье отражение было привлекательным, как бывают привлекательными хищники, зеленоглазые тигры. Оно излучало опасность, дьявольскую харизму. Влад нечасто оценивал мужскую красоту, но ему определенно понравилось, как презрительно кривятся губы, как играют желваки. Татуированная рука поскоблила короткий темно-каштановый ежик. Обрит под машинку, иначе такие парни не стригутся. «Сколько мне?» — прикинул Влад. «Двадцать пять? Двадцать восемь?» Он был ошеломлен, но в то же время понимал, что происходящее с ним нормально, что это не безумие, а дар, как в мультике про зеленого громилу Халка. Студенты начали зыркать на застывшего у зеркала Влада, и он выскочил в коридор. Прислушиваясь к телу, он узнал, что при своих габаритах может быть плавным, ловким, бесшумным. «Супергерой!» — полыхало в мозгах. Стоя под душем, он намыливал себя и наслаждался упругостью грудной клетки и объемом плеч. Между широко расставленных ног висел впечатляющих размеров пенис, и Влад заколебался. «Он мой? Или я трогаю чужой член?» «Он твой!» — сказал Шепоток. Влад ткнул в пенис пальцем, и тот зашевелился, набух, подмывало определить его полную длину, и парень уже обхватил ствол, млея от гордости, но в коридоре зазвучали голоса. Влад вытерся кое-как, натянул тесную одежонку. В джинсы он не влез бы, пришлось снова надевать спортивки. К счастью, размер обуви практически совпадал. Пробудился зверский аппетит. Столовая была уже закрыта, и он вынырнул в октябрьскую прохладу. На пороге института курил декан исторического факультета. «Добрый!» Влад поперхнулся незнакомым голосом, вкратчивым, бархатистым. «Добрый вечер!» Декан нахмурился, буркнул что-то. «Не узнает!» — возликовал Влад. Окрыленный он пересек площадку перед вузом. Кленовая аллея вела к общежитиям. Как обычно, фонари тут не горели, и он зашагал в темноте. Вот и потрескавшийся фасад корпуса, льющийся из окошек свет. «Эй, Кармаев!» — окликнул его одногруппник. «Не шаришь! Кто из наших на французский ходит?» Влад тоскливо посмотрел на свои худые ручонки на веточке ног. «Закончилось действие!» «Чего?» «Качалки?» «Да?» «Волшебного тренажерного зала, где ты такой, каким мечтаешь быть!» «Так что с французским?» — переспросил одногруппник. «Иди к черту!» — подумал Влад. Пятничным вечером бритый амбал в новом спортивном костюме боднул плечом дверь Макдональдса. Он поглощал фри, чавкал гамбургером, крошки сыпались на колени, по подбородку стекал жир. Женщина за соседним столиком задумчиво наблюдала за ним, покусывая соломинку. Влада не заботили посторонние. Главное, он оказался прав. Чем дольше тренируешься, тем дольше остаешься Минотавром. Так он прозвал эту ипостась Халка. Обратившись, он мог легко управиться с любой штангой, и это прибавляло время. Отзанимавшись, Влад уже второй час блуждал по городу. Сильный, быстрый, злой. Да, злой. В нем клокотала ярость, толкало, зудело в мускулах. Он вспомнил сон. Лесной ринг, поверженного врага, торжествующих зрителей, рифленый пруд взмывает к звездам и вонзает в глазницу соперника. Слизь выплескивается на щеку. Публика ревет. Рогатая татуировка скалилась на кисти. Он утолил голод, но тело требовало иной пищи. Адреналин гулял в крови. «Поимей их», — шептал голос. «Поимей их всех». «А что если...» Он выходил из фотоателье, когда приметил Чапова. Рокстедди. Закадычный дружок Фурлетова ошивался на другой стороне проезжей части. Их разделяли пучки фар и мельтешение огней, вонь выхлопных газов. Ледяная улыбка тронула губы Влада. Он перепрыгнул через ограждение и попер на перерез сигналящим автомобилем. Взвизгнули тормоза. «Эй, лысый!» — заорал из жигуленка пенсионер. «Жить надоело!» Зеленые глаза убийцы уставились на водителя, и тот тут же стушевался. Чапов уходил вглубь дворов. Бритый мужчина следовал за ним, держась в тени. Кулаки сжимались, разжимались, зубы скрипели, а еще у Влада встал член. Твердый, как прут арматуры, он таранил материю, поторапливал. «Все предопределено», — говорил Влад, ничего не подозревающему недругу. «Наша сегодняшняя встреча, глупыш рок-стеди, предопределена». В квадрате коренастых пятиэтажек тускло мерцали лужи. Отражали желтый оконный свет. Не души на мокрых лавочках, на детской площадке за доминошным столиком. Чапов подошел к подъезду, повозился с ключами, пискнул замок, ублюдок нырнул внутрь. Влад ускорился, не дал двери затвориться. «Чапов!» Рок-стеди оглянулся у лестницы, моргнул непонимающе. «Ты кто?» В полумраке пропахшем мочой и прореженном под слеповатой лампочкой его лицо из мелких крысиных черт показалось лицом покойника. Влад ударил. Он вспомнил не в попад случай из детства. У мамы недолгий период был кавалер, велончелист со смешными усиками. Как-то по маминой просьбе он провел для маленького Владика урок рукопашного боя, показывал, как надо лупить противника. Нелепо махал культями корча Брюса Ли. Вероятно, наврал маме, что владеет приемами карате. Было ли у Влада время вспомнить подобные пустяки? Да, потому что мышцы его действовали сами по себе. И синий череп быка полетел не в скулу Чапова, а в горло. Под костяшками смялся кадык. Рок-стеди захрипел. Цепляясь за шею одной рукой, а другой за одежду Влада, он повалился на ступеньки. Влад придавил ублюдка коленом. И снова ударил в податливое горло, будто расплющил яблоко кулаком. Посиневшее лицо Чапова вызвало безграничный восторг. Кровь пузырилась на губах. Больно, гад! Влад наклонился близко-близко, чтобы память впитала эту агонию. «Сваливаем!» — шепнул голос. Отсутствие чувства вины шло бонусом к суперспособностям. «Он умрет?» — размышлял Влад, меряя шагами улицу. «Не сомневайся, приятель!» — раздалось в голове. Влад поднес глазам руку и вздохнул. На мальчишеском запястье так не хватало татуировки. Выходные тянулись словно месяц. Бабушка расспрашивала об учебе, мама пичкала пирогами. Друзья показались после расставания ужасно нудными, их развлечения детскими и несущественными. Даже ноутбук, которым разжился Серега Арчин, оставил его безразличным. Уединяясь, Влад периодически вынимал из кармана фото. В ателье он попросил фотографа сделать паспортный снимок. Сидел на стуле, позировал. В четырех ячейках карточки презрительно ухмылялись четыре бритых мужчины. Шрамы на лбу, тяжелые брови над океанской зеленью глаз. «Кто это?» — спросила, глянув через его плечо мама. «Герой боевика», — ответил Влад. Никогда прежде он не посещал лекции в таком превосходном настроении. На галерке, покинутая дружками, сиротливо ютилась Диана Хабенская. Влад незаметно любовался ее профилем, черными кудрями, изгибом шеи. Шея. В ней есть симпатичные трубки и хрящи. Может, стоило пойти на медика? Прерывая лектора, вошел в аудиторию встревоженный декан. Объявил притихшим студентам, что Олег Чапов погиб, и пары на сегодня отменяются. Молодежь шушукалась кислыми минами, маскирующими облегчение, поползла к выходу. Влад, напевая, пошел по западному крылу. В голове звучали смачные удары, хруст, чавканье. Рвались изображенные на схемах сухожилия. Гиря врастала в татуированную руку. Кости были металлическими грифами. Тут все принадлежало ему. Каждый тренажер, каждый блин, каждая живая душа в треклятом институте. Зубы заскрипели. Он отжал сто килограммов и небрежно выронил штангу. Помассировал налитые плечи. Блондинка таращилась на него, забыв о прессе. Он стряхнул с олба пот. Пора действовать. Голос в голове порекомендовал расслабиться. Так он и сделал, сдавшись на милость плоти. И как пассажир двуногой машины отправился в путешествие, наблюдая со стороны за происходящим. «Я убил Чапова». Влад продегустировал фразу и не почувствовал ничего, кроме сладковатой гордости. «Я убил человека». Охренеть, какая трагедия! Троллейбус высадил где-то на отшибе. Он плохо знал город. Тело знало город наизусть. Микрорайоны остались вдали. Он вышагивал мимо огородиков, кладбища, высоковольтных проводов, жужжащих, как армада ос. В пепельном осеннем небе горланили вороны. Дул пронзительный ветер. Скоро ему придется искать куртку для Минотавра. «Зачем мы здесь?» Это множественное число смутило Влада. От него веяло безумием. «Узнаешь», — сказал голос, и он не помнил, когда именно шепоток поселился в черепной коробке. Тогда же, наверное, когда Влад впервые пересек порог тренажерного зала. Пожухлая листва ластилась к обуви. Покачивался лопух вокруг кирпичной коробки. Брошенная землянка вырастала посреди степи. Минотавр шагнул в холодное чрево постройки, пробежал глазами по замусоренному полу. Осколки стекла, шприцы, ощетинившийся пружинами матрас. Влад отдался на милость телу. Тело прошагало к окну и быстро по-звериному стало копать, выгребая почву, помогая себе фанерным огрызком. Рыть пришлось недолго. Грязные руки извлекли из нарыж катулку, ласково смахнули комья земли с лакированной крышки. Повиновалась ржавая защелка. В шкатулке лежал замотанный тряпками и бумагой пистолет. Горсть патронов. Влад впервые касался оружия, но мышцы знали, как зарядить его. Замелькали пальцы, заправили в обойму грузди. Передернули затвор. Рот наполнился слюной. Захотелось трахаться. Захотелось трахнуть кого-то этим вороненым стволом. «Как тебе это нравится, пацан!» «Очень нравится», признался Влад. Он намеревался встать, но взгляд запнулся о газетный листок, которым было выстелено дно шкатулки. Объявление о поимке преступника. Фоторобот человека, неделю назад отразившегося в зеркале качалки. Рука сопротивлялась, но Влад заставил ее вытащить газету и расправить края. Текст обрывался бумажными зазубринами. Прочесть можно было только имя, год рождения преступника, пометку «Особо опасен». «Андрей Климентов», — пробормотал Влад. «72 год». Перед тем, как отправиться в западное крыло, он навестил спортзал. Физрук чиркал карандашом в журнале, на груди болтался свисток. Влад думал весь день и решил, что ему надо поговорить со сторожилами института. Да, его мистер Хайт был настоящим божьим даром и ангелом возмездия, но неплохо бы разжиться информацией, покуда в рюкзаке под кроватью лежит заряженный пистолет. «Климентов!» — преподаватель вскинулся до иброви. «А ты его откуда знаешь?» «Моя мама знала немного», — солгал Влад. «Он учился тут». Посланная на авось стрела угодила в цель. «Да, в девяностом, кажется. Кстати, помог мне обустроить подвал. Тогда, конечно, не было такого оборудования, и Климентов сам сколачивал скамьи и мастерил тренажеры. Очень трепетно относился к своей работе. Качалка была его вторым домом. Или первым. Не думаю, что дома к нему хорошо относились. Славный был паренек, но связался не с той компанией, увы. Я слышал, он занимался боями без правил. Убивал людей ради забавы». Влад захотел заткнуть физрука, вогнать ему в глотку свисток. Эти комментарии были явно излишни. «А где он сейчас?» «В земле сырой», — вздохнул физрук. «Его пристрелили, дружки, два года назад». «Так что же?» — соображал Влад, поднимая гантели. «Я превращаюсь в призрака?» «Но призраки не ломают кадыки кулаками». «В зомби?» «Как для зомби у меня чертовски хороший аппетит и стояк». «Тогда выходит, я каким-то способом материализую живого Климентова, чья душа заточена в этом подвале, исчезая сам, попадаю в его разум и руковожу им». Насчет руковожу у Влада были некоторые сомнения. Но после часа тренировок тело послушно двинулось по институту, и встречные девушки хмыкали озираясь. Фурлетов ездил в свой район на пятом троллейбусе, бухал в гаражах с мужиками, но домой шел сам, пошатываясь и матеря уличных котов. Маршрут пролегал через поросший кустарником стадион, такой изолированный, что впору было возомнить, Господь лично способствует мести. Под трибунами гнила листва и попадались дохлые псы. Туда Влад сволок Фурлетова. Фонарь с Бэтменом на корпусе озарял тонким лучом белое лицо врага. Подонок все никак не очухивался, и Влад испугался, что удар пистолетной рукоятью в висок прикончил его. Но вот Бейбоб шевельнулся, с трудом расклеил веки. Взор уперся, валочный глазок дуло, переместился на Влада. — Ты кто? — Минотавр. Фурлетов, хоть и учился на историка, в греческой мифологии был профаном. — Кто? Какого хера, брат? Че тебе надо? — Мне нужна справедливость, — высокопарно ответил Влад. — Ты вообще в курсе, кто мой отец? — Ага, тыловая крыса, сукло из военкомата. — Фурлетов кашлянул и неожиданно согласился. — Ну, так и есть. Но мы-то не такие, а? Мы с тобой сумеем добазариться. Чего хочешь, скажи. — Хочу, чтобы ты извинился. — Я и извиняюсь, конечно. Фурлетов попытался встать. Влад рявкнул. — Лежи, извиняйся. — Я и извиняюсь, — залепетал амбал. — Громче. Я прошу прощения. — Проси прощения у Влада Карамаева. Фурлетов прищурился. Закрыл и вновь открыл рот и спросил искренне удивленный. — А это еще кто такой? — Он не помнит моего имени, — ужаснулся Влад. Палец конвульсивно нажал на спусковой крючок. Хлопнуло, и над правым глазом Фурлетова появилась круглая дырочка с опаленными краями. — Сука! — процедил Влад, а потом разделся, чтобы не запачкать одежду, и принялся бить покойника кулаками, уничтожая нахальное лицо. Известие о смерти первокурсника разнеслось по всему вузу. Судачили, что Фурлетов и Чапов взяли в долг у каких-то бандюков, а возвращать бабки отказались. — Проломили череп молотком, — говорили студенты, — сняли брюки и... — Но это уже полная чушь, — не сдержался Влад. — Клянусь тебе, — настаивал Борька, — у Ларисы с третьей группы спроси, у нее брат фельдшер забирал фуру из-под трибун. Трепло у Ларисы брат. Влад осекся, приметил идущую по вестибюлю Диану Хабенскую. Девушка низко опустила голову, притиснула к груди папку. — Я сейчас. Он кинулся через столпотворение. — Диан! Она замедлилась, мазнула безразличным взглядом. — Чего? — Прими мои соболезнования. Я представляю, каково тебе лишиться друзей. — Спасибо. — буркнула девушка и намеревалась уйти, но взгляд взял ее под локоть. Диана возмущенно отпрянула. — Да кто ты такой, блин? — Я? Влад растерялся. — Я Кармаев. Параллельная группа. — И что ты хочешь, Кармаев? — Хочу, чтобы ты извинилась. — Шепнул внутренний голос. — Хочу как-то тебя утешить, зачастил Влад. — Угостить мороженым. — Давай вечером в МакДак сходим. — Ты какое мороженое любишь? — Диана попятилась. — Чувственные губы ее искривились брезгливо. — Псих! — сплюнула она и скрылась в толпе, оставив его сгорать от стыда. — Мне необходимо потягать железо. — Подумал Влад, топчась на месте. В качалке гремел Оникс. Зеркало на миг затянулось маревом, или это глаза Влада подернулись слезами. За дымкой сформировалось жесткое, скуластое лицо, зеленые маяки заплыли, разгоняя туман. — Морог — это прошлая жизнь, — подумал Влад, трогая свои плечи, словно плечи возлюбленной, без стеснений поглаживая торс, упиваясь каждым сантиметром себя. — Реальность — это мышцы, реальность — это железо. Студенты глазели на него, ему было плевать. Влад схватил штангу, поднял, будто она ничего не весила. — Повторяй за мной, — сказал голос. Глаза в зеркале переливались. — Я вертел этот мир, на... Он повторял и жал, повторял и жал. — Зачем ты надрываешься в качалке? — спросил Борька, уваляющегося на неубранной постели Влада. — Все равно ты дрыщ, и мускулы не нарастишь. — Еще слово, — прошипел Влад. — Я удавлю тебя твоими же кишками. Борька стушевался и обиженно уткнулся в учебник. А к концу недели в качалку нагрянули милиционеры. Сухощавый следователь выключил магнитофон, спросил, снимая фуражку. — Вам, мужики, знакома Яна Прокофьева? Студенты оставили тренажеры. Один Влад, как ни в чем не бывало, качал дельтовидную мышцу. — Знакома, — сказал неформал, захлопывая комикс. — Блондинка, да? Она часто здесь тренируется. — А что? — Да ничего, — следователь почесал Лысину. — А когда вы ее видели в последний раз? — Позавчера, кажись. — Точно, позавчера. — Во сколько она покинула зал? — С кем? — Так я раньше ушел. — А парень здесь случайно не тренируется? Мускулистый такой. Шкаф. Бритый, темно-каштановые волосы. Гиря выскользнула из пальцев Влада, хряснула анастил. Следователь без интереса посмотрел в его сторону, показалось, или чертов следак ухмыльнулся. — Тренируется, — сказал Проныра неформал. — Вырвать бы серьги из его мочек, — подумал Влад. — Он и сегодня здесь был. Вечно исчезает и появляется из ниоткуда. — Извините, — сказал Влад, проходя мимо следователя. Его не задержали. Кому сдался тощий подросток? Влад спешил по коридорам института. Мысли путались. Блондинка мертва. Ее убил Минотавр? Ногти скоблили зудящие щеки. — Чушь. Минотавр — это я. Мы с ним едины. Он мой зеленый Халк. Влад свернул за угол. — Тогда что ты делал вчера после тренировки? — спросил глумливый голосок. — Пошел в общежитие. — Уверен? Он вылетел на парковку, побежал по Кленовой аллее. Студенты удивленно оборачивались. Почему перед его глазами стоят эти жуткие образы? Голая блондинка на забрызганной багровом постели. Скручена, словно кукла из веточек. Плечевые суставы выломаны, скальп частично содран, ягодицы изжеваны и налево не достает большого куска. А мускулистый великан в крови из головы до ног массирует свой вздыбленный член, татуированный пятерней и усмехается в свете луны. — Зачем? — проскулил Влад. — Потому что мог. — Был ответ. Влад уйкнул, заметив свою руку. На мальчишеском запястье расцвел рогатый череп. Рука пощелкивала пальцами, жестами показывала. Общежитие. Пистолет. — Ты не нужен мне больше. Таким ты мне не нужен. — О, пацан, ты ошибаешься. Мы с тобой лучшие друзья. Твоя ненависть, твоя зависть — идеальный костяк для моих мышц. Я плоть, выросшая поверх тебя. Когда нас прижмут... Влад ворвался в комнату. На глазах узумленного Борьки выгреб из-под кровати сумку. — Когда нас прижмут, у тебя всегда будет алиби. Ты же доходяга. Никто не поверит, что ты сотворил такое. И потом наши ДНК не совпадают. — Чувак, ты в порядке? — отодвигаясь к стене, спросил Борька. — Хочешь, сломаем ему челюсть? — Нет, — вскрикнул Влад. — Хозяин Борин. Они выскочили на улицу. Остановка такси. — Я знаю, где взять бабки, пацан. Хорошие бабки, не сомневайся. — До автовокзала, шеф. — Куда мы едем? — спросил, заикаясь Влад. — В Москву. Навестим моих старых дружков. В голове улыбался насильник и каннибал. Человек, растерзавший невинную девушку. Убивший голыми руками Чапова. Человек, который застрелил Фурлетова и, возможно, нет. Даже наверняка надругался над его трупом. За окнами мелькали машины, люди, дома. Кроны деревьев съеживались и осыпались. — А хочешь, — внезапно сказал Минотавр, — перед отъездом мы заглянем к твоей Дианке и попробуем растопить ей сердце. Найти адрес не проблема. — Ты жрал ее, тварь! — выкрикнул Влад. — Ты съел ту девочку! — Мы оба пацан. Руки, покоящиеся на коленях, больше не были руками восемнадцатилетнего парня. Они вытянулись, разбухли мускулами, погрубели. Стекло отразило бритую голову, глубоко посаженные глаза. Таксист посмотрел в зеркало заднего вида и вяло озадачился, но, похоже, быстро придумал логическое объяснение случившемуся. — Когда закончится действие тренажеров? — Не закончится! — спокойно перебил Минотавр. — Теперь я контролирую ситуацию, и я повторяю вопрос. В качестве подарка за такой надежный каркас ты хочешь развлечься с ней? Такси увязло в пробки. Водители раздраженно сигналили, заморосил дождь. Влад смотрел на запястье, на рогатую татуировку, на вальяжно постукивающие по колену пальцы. Пальцы психопата с обгрызенными ногтями. Его ждал долгий путь без возможности высадиться. Заднее сиденье, тряска, политая кровью в шоссе чужой мести. — Хочешь? — спросил главный. — Да, — устало признался он. — Ну же, мальчик! — Мы не можем ждать вечно. — Вечно? — Вечно. — Разве не хочешь ты снова в подвал? — Хочешь, хочешь, хочешь. — Разве не хочешь вновь слышать нас и наши истории? — Слышать, слышать, слышать. — Доктора ничего не понимают. Они травят тебя, они лечат. Не лечат, не лечат, не лечат. Пытаются разорвать нашу связь. — Напрасно, напрасно, напрасно. Поэтому нас так плохо слышно. — Слышно, слышно, слышно. — Из-за таблеток. — Плохо, плохо, плохо. Поэтому ты не помнишь, что делал вчера. И неделю назад, или месяц, все запуталось из-за таблеток. Плохо, плохо, плохо превратилось в обрывки рецептов. — Хорошо, что есть сны. — Спи, спи, спи. И ты все еще слышишь истории.